Бриндул с мячом идет проход и два очка. В щеке баскетболисты из тревого рога Бриндул идет в проход, выполняет очень сложная задача. Я думаю, это очень сложная задача. Два очка приносит Бриндул. Удачная попытка Брайана Дэвиса. 2.40 до окончания четверти. И Горбенко с мячом два очка приносит своей команде. Но давайте отдадим должное Брайану Дэвису. Такую передачу отдать. Сейчас Вуля Авдалович едва не совершил перехват. Однако удалось гостям сохранить мяч у себя. Марио Литтл. Дмитрий, но не попадает и на подборе Стэнли Прингул. Прингул также смело идет под кольцо и от счета. У Донецка лишь те баскетболисты, которые на паркете не появлялись. Это Рудометкин и Серпелин. И вновь издали Марио Литтл. Марио Литтл. И, конечно же, таймаут. Вот так же будет занимать нынешнюю 12-ю строчку. Так как по разнице забитых и пропущенных очков у Днепра Азота. Шли дальние броски. Ужаснейшая передача Роденовича на Дарнала Джексона. И Прингул продавил такие минуты до конца четверти. Стэнли Прингул. Хороший распасовщик Стэнли Прингул. Неплохо он себя чувствует на позиции разыгрывающего. Но, пожалуй, альтернативы у Кайри. 81-72. Это самая скромная победа команды Абрадовича. Еще один матч завершился со счетом 92-53. Практически в 40 очков преимущества. Но в этом сезоне расклад сил заметно изменился. И вот Стэнли Прингул, у которого нужно сейчас сконцентрироваться. Сконцентрироваться и найти в себе силы. Я не знаю, каким образом, но найти в себе силы. А вот после таких вновь остаются владеть мячом. Днепродзержинские баскетболисты. То, чем Донецк славится в этом сезоне. Это своей игрой под счетами. Сегодня проигрывают даже в этом компоненте. Горбенко. И вполне возможно оторвется на две виктории в турнирной таблице от Донецких Тигров. Охо-хо. Бирует Стрижам вполне по силам. Прингулс. Как на велосипеде. Всех объехал и два очка. Принимал Прибалтов на своем паркете в турнире ВТБ. Второй фолл получает Стэнли Прингл. В матче, кстати, Даникой надметился 17 очками и пятью подборами. Став одним из лучших в составе Халева. Но сейчас, вот видите, выступает в составе Днепродзержинска Стэнли Прингл. Посмотрите, как Байда плотно прихватил Кларенса Джексона. Несколько точностей Джексону при выполнении средних бросков. Тем не менее, на подборе первыми были баскетболисты Днепр Азота и Майкл Нитрав. Для Азовмаша провален очередной Еврокубковый сезон. Но, как мы отметили, вполне возможно у Азовмаша есть перспективы в лиге. Ивэд продвинулся вперед, вошел в зону и спокойно на минуты третьей четверти. Защитка! 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 Так свою истинную силу. Ну, а пока Стэнли Прингл. Что зафиксировали арбитры. Ну, мяч у Днепр-Дзержинска. Продзержинца. Джексон. Вот он, еще один новичок, который... Посмотрите, какой такой парашют в сторону. Кольца соперников. Действительно становится лидером команды Рики Минар. Прекрасно проводит последние игры. Ну, никто не сомневался в мастерстве этого баскетболиста. Позицию Димир Манес. Падает прекрасный с ним и с Сергеем Горбенко. Разом они не отиграли. Не один рік у разных командах. А на корызе господря. А Принглс непогано. Браво, 35 на 22. А ну и Трачко уйдет. Он заважал ему и таки завадил. Принглс. Остатник, средних 2 из 3. До речи, что цикаво, після первой половины игры обоих команд реализакт тисне на свідомість. Особливо, когда нас догоняешь и не догоняешь, а потом тебя откидает. И с сумлением у Принглса все нормально. Смелево. Принглс після середины все же таки фиксует три очки. Сразу откидает на Принглса. Принглс наводит на заслон опекуна. И через высокую руку швидця влучая здание дистанции за 16 секунд до завершения основного часу. Площадки. Проход. Два очка. Стэнли Принглс в присущий мяч. Но Литл далеко не центровой, чтобы сыграть под щитом с высокорослыми защитниками киевлян. А вот отличный бросок. Принглс с отклонением. Результативно. Принглс. Четыре секунды. Бросок. Два очка. Взял на себя ответственность Принглс. Технически сложный, с отклонением. Стефанишин уже не мог накрывать этот бросок. Принглс. Хорошо бы было скинуть. Два очка. Два очка сориентировался в этой сложности Митра. Промах. И уже разгоняются баскетболисты Днепо-Разота. Принглс. Два очка. Принглс. Атакует с периметра. Три очка. Атака с периметра. Три очка. Три очка. Маклинтон защищается. А Принглс приносит своей командой. Защищается Митрович. Принглс. Атака с периметра. Есть три очка. Атакует с периметра. Три очка. Хороший. Проход под кольцо. Хороший проход. Пирс. Удачный. Удачный бросок. Это уже большой плюс. Атакуют баскетболисты хозяев. Принглс. Удачно выполняет бросок. Похожи на эти моменты друг на друга. Но он уже позади. А с мячом Принглс. Проход под кольцо. Два очка. Хорошее завершение. Да, вроде бы и стоял. Да, практически у него мяч в руках. Прингл. Два великих. Один уже сидит. Прингл заставили. Забивай. Можна хвалить Стояновський. Чотири секунди до завершения володиня. От лише зараз хвалить Алена Виктор. Або атаковать. Да, да. Средние дистанции. До конца, наверное, будет разыгрывать свое время Днепродзержинск. Оставить четыре секунды Черкаса. Ну и у Азота есть возможность, чтобы на последнюю перерыву, скорее всего, пойти с рівным рахунком. А, возможно, даже и выиграть. Горбенко. О, чем сожнее штрафных. При том, это без перепишения. Волошел, Прингл играет с гуртовым пик-н-ролл. Просто жахливый высоток реализации у Стайновский был в последнюю матчу против Дніпра. Ой-ой-ой. Ну а это Прингл. Не 50 секунд для обеих команд. Сиротаючусь. На Прингла. Сьогодні, до речи, у Прингла непоганий поединок. Соломон против Прингла. 37 секунд. 8 у Азотовцев. Прингл! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok